Здравствуйте, меня зовут Юркевич Юлия, я владелец питомника Шпицев, Чармик Шпиц. На сегодняшний день в нашем питомнике 8 собак, которые живут непосредственно у нас дома, и 9 собак живет у нас на совладении, это, как правило, это мои друзья, либо некоторые щенки, уже выпускники нашего питомника, которых я просто так не хотела отпускать. Объясню-поясню количество наших собак, небольшое поголовье, да, я уверена просто до мозга костей в том, что каждая собака имеет право заслуживать и нуждается в любви своего хозяина, и когда поголовье очень большое, и нет персонала, возможно, либо семья небольшая, невозможно дать каждой собаке то, что собака требует, то, что ей хочется, ей хочется любви, ласки, понимания. Этим я обосновываю количество своих животных, потому что каждая моя собака, она со мной в контакте и так далее. Я для себя установила определенный лимит, где мне комфортно и комфортно моим собакам. Плюс это уход, я не приемлю вони запахов, неухоженных собак, колтуны, какахи на попе, ну, нет, каждая собака должна быть вычищена, вырезана, вычесана, выставлена на выставке неоднократно, ну, как бы у каждого свои приоритеты, у меня они вот такие. Плюс это прививки, это уход, это все, соответственно, не без этого, это все финансы, то есть как бы, ну, и нужно все это каким-то образом регулировать, поэтому часть собак живет у меня, часть собак живет на совладении. Вот, далее. Огромное внимание у меня дома, у нас в питомнике уделяется социализации животных. У меня есть такие некоторые пунктики, которые я не приемлю. Я не приемлю трусливых, припадочных собак, которые жмутся, истерят, и чего-то там пугаются и шугаются. Собака должна иметь хорошую, устойчивую психику, поэтому я этим занимаюсь с мальства. Наши все собаки гоняют с нами в горы, на море, по торговым центрам. Некоторые, которые плохо переносят дорогу, даже катаются с ними на троллейбусах, бывает такое, вот, поэтому, ну, стараемся всегда везде брать собак, то есть, как бы, ну, дабы они были социализированы, веселые, понимали, что, ну, за пределами дома тоже есть жизнь, она веселая, и, ну, это нужно любить. Вот, поэтому, в, получается, в прошлом году, в конце, в конце позапрошлого года было принято решение построить отдельное строение для наших животных, для части наших животных, потому что начались войнушки за лежанки, за территорию, за сук, девочек нужно отделять от кобелей, потому что я не приемлю, когда суки с кобелями, течные суки с кобелями находятся в одном помещении, то, соответственно, это портит их психику. Они печалятся, они начинают драться, они не кушают, они худеют, поэтому, ну, вот, как бы, нами было принято такое решение построить новое помещение, где будут жить наши собаки. Вот, поэтому, по-моему, собаками. С нашими 8 собаками, которые живут непосредственно у меня дома. Первая, старшая, моя красавица, моя любовь, Настасья из Тавропольской губернии, Чара, ей 5,5 лет. На сегодняшний день она является юным чемпионом России, чемпионом России, чемпионом РКФ, чемпионом всех федераций, которые входят в Российскую Федерацию. Их, она, ну, вот, сейчас еще не имели возможности закрыть ей полностью чемпионом НКП, ну, на импера уже не пошли. Вот, моя вторая собака, черно-подпалый кобель, немецкий малышвиц, Ерчин Харт, Дерге Виндер, А.К. Ерчик. Ему 4 года, он является юным чемпионом России, чемпионом России, двукратным чемпионом РКФ, чемпионом всех федераций, которые входят в Российскую Федерацию, 3 титула на высотках со ЦИП и чемпион Грузии. Символ года Твин Пикс, особенная собака. К сожалению, так вот случилось, что у этого животного есть всего одна оценка, отлично. Это прекрасный кобель Петербург. Чарлинг Шпиджезель, это уже моя дочь, которая родилась от моих прекрасных Чар и Ерчика, высших перечисленных. Она является юным чемпионом России и юным чемпионом РКФ. Ей всего 2 годика. Грант из Рузы Фриман, ему тоже 2 годика. Он уже успел закрыть титул юного чемпиона России и юного чемпиона РКФ. И вот тут. Из-за коронавируса не можем закрыть чемпиона России. Ждем выставок. Франческа, это просто собачка, которая просто живет, она с домом в качестве Петербурга. Чарлинг Шпиджез, Миракл Стар, Ака Мирочка. Ей 11 месяцев. Не успела еще выйти в классе юниоров. Это померанский Шпиджез. Она один раз была на выставке и у нее Best in Show Паппи 3. Шпиджез, Миракл Стар, Ака Мирочка. И моя красавица. Это первая моя собака оригинальной расцветки. Это двухцветный Шпиджез, белый-черный окрас, патикалорный. Изида Бамп из Донской Либерии. Ака Изи. Ей всего лишь 7 месяцев, поэтому так получилось. Ковид сломил все наши планы и выступил мне посещаем сейчас. Это вот 8 собак, которые живут непосредственно на дом. И вот, как и обещала, это наше настоящее здание. Именно у меня питомника. И зона, где я непосредственно мою собак. Привет, малыши! Вот она наша пыточка, Франческо. Это наша красавица Изида, Леди Ламп из Донской Либерии. Это Чарминг Шпиджезель. Это символ года Твенфикс. Это Гранд из Рузефрима. Это наша небольшая полочка с нашими какими-то кубками, с косметикой. Это такие самые памятные, большие, красивые розетки, которые мы выигрывали. Вот еще надо будет довесить. И здесь я развесила диплом о чемпионствах, которые имеют наши собаки. Что-то еще не дораскладывала. Вот, это наша груберская зона. То есть, ну, собственно, не груберская зона, это зона, где я купаю собак. То есть, ну, и здесь необходима вода в любом случае. Вот, как бы, у нас 5 отсеков. Вольеры у нас использованы. Я очень много пробовала всяких разных вольеров. Но самые хорошие, удобные, тяжелые и самые, наверное, дебилые, это все-таки вольеры Ферпласт. Вот, поэтому вот они у нас сидят в таких вольерах. Но при всем при этом они у нас регуливаются. Весь сбор предоставлен им круглосуточно. Они зачастую даже сами просят, чтобы их запустили уже поспать. У каждой собаки своя лежанка. Объясню, почему собаки сидят каждый по отдельности. Вольер 80 на 80. Собаки все сидят отдельно, потому что они дерутся за лежанкой, они дерутся за еду. У каждой собаки свой рацион, свое количество корма, которое они потребляют. Нету бесконтрольного пожирания корма тазами. У каждого своя витаминка, у каждого своя дозировка еды. Поэтому они все сидят в своих лежанках на своих местах и имеют каждую свою мисочку. И свое место ни в коем случае ни с кем не дерется. Тут у нас такой складской стеллажик, частично наши стулья выставочные, наши запасы кормов, такие атрибуты, какие-то лежанки и так далее. Поэтому вот так выглядит наша зона питомниковая. Все отапливаемое. Дезинфекцию я устраиваю один раз в неделю. Полную, влажная, полная уборка. И дезинфекция полностью всего от помещения какими-то специализированными средствами, которые убивают всякие греки, вирусы, заразу и так далее. Все это проветривается, проветривание ежедневное. Вот здесь, за этим столом я раскладываю еду и, соответственно, их сушу и делаю им руник. Вот это наша камера. То есть я круглосуточно наблюдала за всеми. Вот так живут наши малыши. Это уже наш дом изнутри. То есть, как и обещала остальные три наших собаки. Это Герчик, это Чаронька, это Миронька. А это наши малыши. Как я и говорила, малыши у нас воспитываются внутри дома. До где-то полутора месяцев они живут непосредственно у меня в спальне. Со мной под чутким наблюдением и тотальной изоляцией от других собак. В возрасте где-то полутора месяцев-двух мы их переводим на первый этаж, дабы они слушали у нас телевизор. Звуки смотрели на других собак и так далее. Соответственно, мы собак не будем на выставке, когда есть малыши в доме. Вот такие вот наши пупсы. Надзиратель главный. Мы потихонечку собираем подарочки нашим щенкам, потому что уже совсем скоро, когда кончится карантин, они у нас поедут домой. Ты устала? Какой ужас. Мираль. Миссия замучает Фрилу. Овчарок, охранники. И чё вы там орёте? Овчарок, охранники. 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 Продолжение следует...